Хотели как лучше. Президент страны поручал снизить бюрократизм в строительной сфере. А получилось как всегда. У 15 регионов пересмотрели карту сейсмичности. В Алтайском крае, как решили федеральные эксперты, риск серьезных землетрясений повысился. Сейсмичность в Барнауле с 6 подняли до 7 баллов. В связи с этим есть необходимость пересмотреть конструктивные расчеты зданий в сторону увеличения армирования большинства строительных конструкций. Это фундаменты, колонны, перекрытия. Следовательно, это приведет к увеличению себестоимости строительства. Сегодня активно обсуждается в научном и профессиональном сообществах, что карты ОСР-2016, включенные в новые строительные правила, имеют ряд нарушений по вопросам их обоснованности. Есть вопросы? Заказывайте свою экспертизу. Это предложение правительства. Но у региона уже есть результаты экспертизы 2006 года. Тогда федеральный центр тоже пытался поднять уровень сейсмичности в крае. Но ученые показали, что Барнаул, Навалтайск, Крупцовск, Бийск расположены в местах, где землетрясение выше 6 баллов невозможно. Но с годами, уверяют специалисты, меняется не только климат. Землетрясения довольно регулярно. Правда, они незначительные. Но эти землетрясения происходят как бы в границах Бийско-Барнаульской впадины. Такая есть классификация. И вот если посмотреть, то в землетрясении то в Троицке произойдет, то в Валейске, то в Сузуни, то в Ребрихинском районе. В какой-то мере, наверное, правомочная вот эта озабоченность, что в таких условиях надо строить более основательно, надежно. И все же нынешнее решение, несмотря на сомнения некоторых ученых, строители тоже будут оспаривать. Мы как от Союза строителей подготовили письма на администрацию края, чтобы как бы те обратились в правительство о приостановке данного решения. Пока прогноз такой. Постановление, если останется в силе, может повлиять только на те объекты, которые еще в перспективе на строительство. А вот если ваш проект уже получил разрешение, пожалуйста, возводите по старым правилам и не бойтесь 7 баллов. Тут же парадокс, он сам собой напрасно. Почему одно можно, а другое уже нельзя, да, вот в таком плане. Там даже такие примеры приводились, что вот они как карту разделили, эти научные наши деятели, которые протолкнули это постановление, что некоторые деревни попали, что полдеревни одна сейсмика, а полдеревни другая. Ну это анекдот как бы. Если новые правила не отменят, то цены на жилье в будущем поднимутся. Про востребованные кирпичные новостройки высотой даже в 6 этажей можно будет забыть. И ведь потрясение от системы эскроу, счетов и пандемии строительный бизнес только-только пережил. А здесь новый толчок в 7 баллов. Татьяна Голубева, Андрей Дреир, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком.